Приветствую вас. Наши психологи дали вам много рекомендаций уже, и эти рекомендации правильные. Мне больше всего понравился ответ Светланы. Вот, на мой взгляд, он самый такой глубокий, самый правильный. Ну, я тоже постараюсь внести свою лепту в ответы на ваш вопрос, и, значит, попробую его разобрать в ваш текст. Значит, мы с людьми расходимся в печатевые и уже вместе не живем. Ну, соответственно, здесь дарьям нельзя не спросить, почему вы разводитесь, из-за чего произошел развод, все ли вы средства использовали для того, например, чтобы постараться сохранить отношения. Понимаете ли вы, что теряете, ну, в частности, например, своего любимого мужчину, возможно, и так далее. То есть, ну, отдаете ли вы себе в этом отсчет, что вы теряете любимого человека, ну, или, может быть, уже нелюбимого, зависит от вас, конечно, от вас. Вот, но, тем не менее, каковы основные причины вашего развода? Вот. Я полагаю, что это очень важный момент, потому что надо проанализировать то, почему вы разводитесь со своим мужем. Для того, чтобы понять, в чем, собственно, проблемы у вас могут быть. И постараться, может быть, эти проблемы вам помочь разрешить. Значит, далее. У нас ребенок 7 лет, он очень призывает, что он не может нас помирить. Ну, да. Ваш ребенок, он вообще, конечно, не понимает проблем, он не понимает той ситуации, которая произошла. Он не понимает того, что происходит, он не понимает, почему с вами вот так, у вас, что мне вот так получилось. Вот, это все ему понять сложно. И именно по данной причине он, естественно, и переживает. И надо сказать, что это нормально, что вот, нормально, что он переживает. Потому что так, по сути, происходит процесс взросления. Так, по сути, происходит развитие, на самом деле. И этот процесс, конечно, неприятный, безусловно. Но, тем не менее, несмотря на то, что этот процесс неприятный, это нужно нужно ребенку пережить. Вам об этом, в принципе, уже мои коллеги сказали. То есть переживание здесь, это нормально. Важно, чтобы вы постарались не брать на себя ответственность, вину за то, что происходит. Важно, чтобы вы постарались не уйти вот в эту вот вину себя и своего мужа, например, бывшего, может быть, уже мужа, значит, за то, что так произошло с вами. Потому что данная ситуация нормальная, целиком и полностью. Далее. Вы пишите, я ему объясняю, что он ни в чем не виноват. Это вот вы правильно говорите, правильно говорите, что вы ни в чем не виноваты. Если это действительно так, вы действительно ни в чем не виноваты. Вот. Но, по моему мнению, по моему мнению, именно объяснять что-либо вашему ребенку, вот именно, то есть пытаться донести до него словами то, что у вас происходит бесполезно, ему нужно слушать, ему нужно слушать то, что вы говорите. То есть это просто, как вы знаете, успокаивающий тон, успокаивающие слова, да, которые могут как-то вот ему помочь. А, то есть просто, который дарит ему понять, что мир, он не нарушился, что все по-прежнему хорошо. Вот. То есть вы не важно что говорите, важно как вы говорите, важно какая у вас интонация в этот момент, какая у вас, какое у вас, точнее, настроение. Вот. Это, пожалуй, самое важное здесь, если мы говорим именно о том, чтобы пытаться донести до своего ребенка. Значит, видите ли, ваш ребенок, он в силу своего возраста, он переживает такую, знаете, довольно эгоистичную правительство сейчас. То есть, как любой ребенок, он считает, что все, что происходит, в этом исключительно только его вина. И все, как бы, больше, ну, больше, вот, ничья. Он считает, что если что-то происходит, то это именно только его вина, и не более того, к сожалению. И это в данном случае нормально, в данном случае. В данном случае это совершенно в порядке вещей. И эта позиция ребенка, она будет еще какое-то время. Просто в силу его эгоцентрического восприятия мира. С этим, к сожалению, тоже ничего не поделать. Поэтому будет лучше, если вы при, скажем, разговоре с ним, даже если вот вы с ним обсуждаете эту тему, даже если вы с ним разговариваете на эту тему, да, будет лучше, если вы не будете преследовать цели, его именно переубедить. То есть, да, вы говорите ему об этом, говорите, но говорить и описать придется очень много и долго. То есть, не столько, не столько много, сколько долго. И пройдет время, пока в силу своего возраста ребенок перестанет считать именно себя виноватым в том, что произошло. Значит, дубапа и мама никуда от него не делись, и так же любят его. Ну, здесь, поднял, лучше всего вам ответила Светлана. Полагаю, что с ней как бы дублировать ее не имеет смысла. С папой он видится. И вот здесь очень важный момент. Дело в том, что необходимо, чтобы и вы, и отец ребенка говорил те вещи, которые были бы, ну, скажем так, одинаковыми. То есть, вот важно, чтобы то, что говорите вы, и то, что говорит ваш муж бывший, чтобы это были абсолютно одинаковые фразы, одинаковые мысли и так далее. Чтобы отец его, так же, как и вы, постарался убедить его в том, что, значит, ну, в том, что в порядке. Что никуда, никуда вы от него не денетесь. Например. Вот это важно, то есть важно то, что говорит отец ребенку. Вот это очень важно, потому что если отец говорит одно, а вы говорите ребенку другое, то у него возникает диссонанс, у него возникает несоответствие точек зрения и слов, значит, нет самых дорогих ему людей, и, соответственно, из-за этого могут быть проблемы. То есть заранее отговорите со своим мужем, что вы будете говорить ребенку, что вы будете стараться до него донести, потому что это очень важно. И, может быть, стоит, но, может быть, имеет смысл продумать как раз то, например, что отец говорит ему. Это вот, на мой взгляд, очень важно. Далее. Ребенок все равно, конечно, переживает и не понимает. Ну, он и не может понять определенные вещи в силу своего возраста. Почему мы так постоянно ругались, а почему вы так постоянно ругались, Дарья? Я бы этот вопрос переадресовал бы вам, почему вы постоянно ругались, понимаете ли вы причины, по которым вы ругались сами, ведь если вы не понимаете чего-то сами, то как вы можете объяснить это ребенку? Здесь, я полагаю, нужно именно действительно вам самой разобраться с тем, почему, собственно, вы ругались действительно со своим мужем, может быть, даже бывшему мужем, вот, и нужно действительно в этом разобраться, нужно действительно это понять, потому что это важно, важно, чтобы вы увидели причину того, почему вы там, почему вы ссорились действительно, с чем это было связано и так далее. И я полагаю, что именно тогда вы могли бы объяснить ребенку, вы могли бы объяснить ребенку тогда, что с вами произошло, почему вы ссорились. Но полагаю, что ребенку нужно знать, то, что вы друг друга не могли сделать счастливыми. Вот. Ну и естественно, конечно, было бы лучше, если бы вы смогли сказать, смогли сказать ребенку о том, что все-таки с вами было. То есть до тех пор, пока вы сами не понимаете причин, по которым вы ссорились со своим мужем, вы этого ребенку не объясните. Так что здесь, я полагаю, опять же, хотя бы рефлексия, хотя бы, то есть хотя бы анализ частичный того, что с вами происходило. С вами с вашим мужем, чтобы у вас у самой понимание этого сложилось, и, может быть, тогда вы могли бы что-то донести ребенку. Вот. Я полагаю, именно так. Далее. Значит, так, как быть, чтобы помочь ему пересечь этот момент? На этот мой вопрос, пожалуй, вам опять хорошо ответила Светлана. Я, наверное, мог бы только добавить то, что какие-то вещи нельзя помочь спередить, к сожалению. И есть вещи, которые придется спередить только ему самому, ребенку я имею ввиду. И это одна из них. И на самом деле это будет для него тяжело, на самом деле это будет для него травматично, но если вы будете иметь четкую позицию по этому вопросу, а самое главное, самое главное, если вы грамотно все сделаете, то есть я имею ввиду, если вы, например, не будете терять контакт с мужем, если вы будете нормально с ним взаимодействовать, если вы, там, не будете сорваться, если вы будете как-то вот проводить друг с другом вместе время все равно общаться, ребёнок увидит, что вы общаетесь на просто выживание, ему будет легче привыкнуть к новым, к новым, к новым рядом, вот. Ну это целиком и полностью зависит от вас, то есть вот от того, как вы всё вот это вот организуете. То есть захотите организовать, ну у вас получится, не захотите организовать, не сможете организовать, ну у ребёнок просто будет более травмироваться. Но всё равно, то, что происходит с ним сейчас, перейдеть придётся только ему. И это нормально. К сожалению. Вот. Значит, мы его очень любим, но быть друг с другом не может. Кстати, нет для взрослого человека, как человека, слова «не могу». Знаете, я слово «не хочу» и «надо». Вы не можете быть друг другом, вы не хотите быть друг другом. Это разные вещи. Найдите в себе мудрство, найдите в себе силы и ответственность признать это, что вы не хотите быть вместе. Тогда вы и ребёнку сможете сказать, что я не хочу, я твоя мама, я не хочу быть с этим мужчиной. Например, он не делает меня счастливым, например, счастливой, например. Вот. Понимаете, как обстоят дела? То есть, именно я хочу вам сказать, да, что нужно быть честным, честным. Нужно быть честным именно вам с собой. Только так, только так. Только если вы будете честным с собой, можно говорить о том, что ребёнок проживать не будет. То есть, если вы не будете говорить ему такие слова, что мы не можем быть вместе, если вы будете говорить, что я не хочу быть вместе с ним, то у меня, там, твой отец хороший человек, но он не может, например, меня сделать счастливой, как я вам уже сказал, да. Если вы будете честно ему об этом говорить, ребёнку своему, то он это быстрее поймёт. Но ещё раз повторю, если вы не будете честной с собой, сама с собой, то и ребёнку вы ничего донести не сможете, к сожалению. Так что, я думаю, вот именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Всем пока. Всё, просто. Субтитры подогнал Игорь Негода.